Альпийская фиалка. Почему цикламент так называют? Альпийская фиалка – идеальное домашнее растение. Она полюбилась многим садоводам за то, что ярко украшает комнату круглый год. На одном кусте образуется до 50 бутонов. Альпийская фиалка – общие характеристики. Альпийская фиалка является многолетником и относится к семейству первоцветных. Родины цветка считаются горы прибрежной территории Средиземного моря, но также в дикой природе он растет в Рикоспийском регионе и на северо-востоке Африканского континента. Альпийский цикламент – домашний цикламент прорастает из клубни и вырастает до 30 сантиметров. Листья располагаются на красно-коричневых побегах. Цветки имеют пять лепестков и располагаются на длинных стеблях. Дополнительная информация. Цикламент является официальным названием растения. Альпийской фиалкой его назвали за любовь к горному климату. Разновидности комнатного растения. Названия как выглядят. На европейском континенте цикламент стали культивировать как декоративное растение в XIX веке, когда началась мода на яркие цветущие сорта. В настоящее время существует несколько наиболее известных разновидностей фиалки. Цикламент персидский. Цикламент персикум. У данного вида корни имеют форму клубней. Они могут вырастать до 15 сантиметров восточной долготеаметрии айзых. Нижней части образуются небольшие корешки. Листья похожи на сердечки и могут быть 14 сантиметров в ширину. Листовая пластина снизу зеленая, а сверху имеет серебристый узор. Распустившиеся цветы обладают розовым, белым или бледно-лиловым оттенком, с темноватыми пятнами ближе к основанию бутона. Цикламент персикум. Цикламент европейский. Цикламент перперсенс. В России такой цветок известен под названием бабушкин цикламент. Это вечно зеленое травянистое растение, у которого корни растут со всех сторон клубня, имеющего форму шара и вырастает до 10 сантиметров восточной долготеаметрии. На верхней части темно-зеленых листьев сердцевидной формы располагается серебристый узор. Снизу лист темно-красный, нежно-розовые цветы обладают приятным запахом. Цикламент перперсенс. Дополнительная информация. В отличие от остальных разновидностей у европейского отсутствует четко выраженный период покоя. Цикламент ариум. Цикламент аминатум. Самый маленький представитель своего семейства, родом из Турции. На его побегах растут листья округлой формы, темно-зеленые окраски с серебряными вкраплениями. Цветы могут быть белого или бледно-розового цвета без темных пятен. Цикламент аминатум. Цикламент плющелистный. Цикламент хедорифолиум. Для этого вида характерны розовые цветы, на которых с августа. По ноябре появляются фиолетово-пурпурные пятна у основания бутона. У такого цикламена цветки появляются раньше или одновременно с листьями, похожими по форме на листочки плюща. Поэтому растение и получило такое название. Цикламент ливанский. Цикламент ливонотиком. Цветок назван так благодаря ливанским горам, в которых он был впервые обнаружен в 1895 году. В период с февраля по апрелю у него наступает период цветения и распускаются крупные бледные бутоны. У их основания есть небольшие пятна пурпурного цвета. Листья довольно широкие, овальной формы. Поверхность листовых пластин имеет серовато-зеленый оттенок и мраморный узор. Цикламент ливонотиком. Альпийская фиалка. Уход в домашних условиях. Альпийский цикламент довольно неприхотливое растение. Чтобы обеспечить ему хорошие условия для роста, необходимо знать основные правила по уходу за ним. Освещение и температурный режим в квартире или частном доме цветку для активного роста нужна температура плюс 10-15 градусов. Поэтому в летнюю жару его надо убирать в прохладное место. Хотя горная фиалка любит свет, прямые солнечные лучи ей противопоказаны. Лучше всего растить ее на окнах, выходящих на восточную или западную сторону дома. Правила полива и влажность. Поливать фиалку следует регулярно и часто в период цветения. Во время покоя достаточно просто немного увлажнять грунт. Не рекомендуется переувлажнять почву в избежание появления гнили. Важно, чтобы вода не попала на точку роста цветка, многие льют ее в аддон горшка. Цикламент достаточно комфортно чувствует себя при низкой влажности. Однако если воздух слишком сухой или в жаркий день его можно опрыскивать из пульверизатора. Подкормка и выбор грунта для подкормки подходят органические минеральные составы. Удобрять куст нужно до периода цветения с периодичностью один раз в неделю. Субстрат для растения получают путем смешивания нескольких компонентов. Одна часть перегноя, одна часть песка, одна часть торфа, две части листового грунта. Кислотность почвы следует обеспечивать в ределах 5-6 РН. Размер емкости для цветка. Горшок для цикламена выбирается в зависимости от размера луковицы. Емкость должна быть на 3-4 сантиметра больше диаметра корней. Если емкость будет меньше, то корневая система начнет гнить и цветок не будет цвести. Обрезка и пересадка. Пересаживать фиалку следует не раньше, чем через год после покупки. Процесс производится последовательно, выбирается емкость немного больше размера луковицы. Засыпается дренажный слой и специальный субстрат. Луковица немного заглубляется в почву. Почва поливается слабым раствором марганцовки. Подрезку куста можно выполнять в нескольких случаях. Необходимо удалять поврежденные или больные участки, засохшие после цветения, бутоны. А перед началом периода покоя можно обрезать самые крупные лески. Особенности цветения Большинство видов цикламена начинает цветение ближе к осени. Для этого за ними нужно правильно ухаживать, обеспечить достаточное количество удобрений, освещение и температуру воздуха. В зависимости от сорта цветы могут быть разного размера, формы и оттенка, от нежного белого до темно-фиолетового. Лепестки на краях могут иметь простую форму, резную, с бахромой или разноцветной каймой. Цветут разные виды альпийской фиалки в разные периоды. Например, у цикламена персидского бутоны распускаются зимой, а у европейского – летом. Важно! Селекционерами выведены гибридные сорта, которые могут цвести круглый год. После активной фазы у растения наступает период покоя. В это время его лучше перенести в темное проветривое место, сокращают количество поливов и перестают подкармливать его. Цикламен в период покоя способы размножения Размножается цикламен двумя способами – делением клубни и семенами. В первом случае после периода цветения из почвы достается луковица и делится на части, в каждой из которых должны быть часть корня и почка. Новые клубни сушатся в темном месте, после чего обрабатываются антисептиками и сажаются в небольшие горшки. Размножение семенами – довольно длительный процесс. Для этого нужно опылить цветок и дождаться, когда на нем появится коробочка. Когда она подрастет, ее срезают, подсушивают и достают семена. Чтобы они проросли, лучше использовать орфаны и таблетки. Болезни и вредители Альпийская фиалка подвержена некоторым видам заболеваний. Если куст начал сбрасывать листья, означает в комнате высокая температура. И сухой воздух цветочная гниль развивается при переувлажнении почвы или попадании большого количества воды на листья. Пораженные участки удаляются, а остальные обрабатываются фунгицидами. Если цветы быстро падают, значит в почве недостаточно питательных элементов. Когда желтеют кончики листьев и прекращается цветение, это означает, что куст или корни поражены грибком. Необходимо обработать его антигрибковыми препаратами. Из всех вредителей для цикламена самыми опасными являются для трипса и цикламеновый клещ. При их обнаружении цветок обрабатывается инсектицидами. Цикламеновый клещ, чтобы получить в собственном доме растения, цветущие в зимний период, лучшим вариантом будет альпийская фиалка. При должном уходе она будет прекрасным украшением комнаты.